доброе всем время суток меня зовут виктор и вас приветствую на 215 видео выпуске который называется на доске сегодняшняя тема посвящается тому чего ожидать от села в 2017 году собственно поделюсь своим мнением ну и как следствие подведу небольшие итоги год первое то есть чего ожидать да в принципе не нужно ничего ожидать нужно постоянно больше делать получать результат преувеличивать этот результат тестить и получать еще больше нас на самом деле не нужно ожидать что google ведет какой-то очередной новый алгоритм и все равно к нему адаптируемся в любом случае поэтому просто не ждем просто делаем но если ну про seo то собственно мобайл будет постепенно ну то есть входить в жизни сайтов то есть он и так уже сейчас хорошо под него начали все делать сайт и оптимизировать про под разные версии тестировать сам пом и прочим собственно это будет она никуда не денется второе поведенческие они как работали так и будут работать то есть ну брендовые запросы если брендовых запросов нормально то это хорошо если по ну то есть грубо говоря по выдаче на ваш сайт кликают чаще то это тоже хорошо то есть как следствие придется работать с этими расширенными снипетами это можно делать через сервис и урок этот бэклинка есть куча других инструментов можно делать ручную ну про это немножко дальше ну и собственно про то что говорит гугл про то что говорит яндекс на самом деле на это важно обратить внимание то есть ценность на сайте почему человек должен задержать задержаться на этом сайте то есть какая цены какую как он смотрит алгоритмически первое это если вы вбили запрос зашли на сайт и больше не вернулись искать какие-то другие запросы это прям очень хороший знак плохой если человек пошел дальше то есть и на каком-то другом сайте остался то есть это влияет на ранжирование второе это процент отказов например если но то есть человек только зашел сразу вышел то есть над этим нужно работать нужно думать даже на самых таких простых сайтах ревьюшках на которых там in и out и которая очень мало кто отслеживает то есть грубо говоря какой средь но то есть человек зашел и какой средний out то есть например сколько человек там из 100 кликнули по табличке например на ревьюшки ушли на другие сайты на партнерки то есть это тоже влияет над этим нужно заморачиваться но и собственно второе то есть это ссылки контент и технической оптимизации я думаю практически ничего не изменится единственное много в этом году говорили про пи бены многие их делали многие делали коряво многие делали хорошо многие тестировали у кого-то получалось у кого-то нет но я думаю это будет как работало 10 лет назад то есть сетки сайтов так и будут работать просто просто вопрос каким образом их делать так чтобы менее палиться для гугла и получать на порядок больше результаты делать так чтобы эта сетка сайтов жила довольно таки долго то есть прокачивать как следствие получать топ с помощью этого топа как бы пускать на затраты поддержку этой сетки и прокачку и и дальше ну и собственно контент понятная техническая оптимизация понятно если брать в целом в целом вам трафик только дорожает тут мы смотрим например по таким тематикам как автоиншуренс например под регион сша и многим другим то есть конкуренция растет игроков появляется больше все хотят получить больше поскольку они так уже неплохо на рынке себя чувствует нам нужен больше трафик как следствие они готовы больше платить и как следствие более большинство вебмастеров ну со временем то есть переходят в основном только в модель риф шар с нормальными компаниями то есть оплата от прибыли обычно например если там это гемблинг тематика то компании в основном они там на бирже которая в принципе могут плохо шейбить либо это вообще не делать ну хотя такое редко встречается собственно как следствие трафик дорожает конкуренция растет и по факту мое видение чтобы будет выигрывать процессы то есть из моего опыта ну то есть например один соошник может справиться там с нормальными своими проектами не подключать в работу никого вопрос где он будет брать идеи как он будет брать идеи и будет ли он тестить очень так оперативно то есть грубо говоря если есть команда под рукой которая там одна команда занимается ссылками другая команда занимается текстами третья команда поднимает сайт и четвертая команда делает там эксперименты то в таком случае можно на порядок больше чего увидеть больше чего протестить и на порядок больше быстрее масштабироваться в целом это все желаю вам в новом году побольше трафика побольше конверсии побольше прибыли от сайтов ну и чтобы были здоровые чтобы у всех все было хорошо до новых встреч